Стоит ли левым коммунистам, в частности, участвовать в буржуазных выборах? Мне кажется, что ответ на эти вопросы сформулирован еще в таких достаточно концептуальных, основополагающих работах классиков, в частности, в ленинских работах. Ведь что такое выборы? Это механизм обеспечения политического представительства, в нашем случае, в буржуазном обществе. Должен ли рабочий класс, трудящиеся, их политические партии лишать себя возможности получить такое политическое представительство? Не только на стадии заседания в парламенте, но и на стадии избирательной кампании, когда можно заявить о своих программных целях, задачах, о способах решения тех или иных проблем, вести массовую агитацию, в конце концов, просто даже раскручивать собственный бренд. Почему мы должны заниматься такой вот самокастрацией, исходя из того, что эти выборы буржуазные? Ну, мы вот живем в буржуазном обществе, и никаких других выборов тут просто быть не может. Они все выборы, эти буржуазные. Президентские, парламентские выборы в органы местного самоуправления. Мы прекрасно понимаем, что избирательная кампания — это период, когда общественный интерес к политике возрастает больше обычного. В том числе за счет средств массовой информации, телевидения, каких-то телодвижений, которые осуществляют политические партии. Но если интерес к политике возрастает выше обычного в период избирательных кампаний, то надо быть последним дураком, чтобы этим не воспользоваться. Некоторые выдвигают, например, какие-то довольно такие странные идеи о том, что вот в парламентских выборах участвовать можно, а в президентских или в губернаторских не нужно. А где, собственно, сказано, что нельзя и не нужно? Были примеры, когда представители Компартии принимали участие в президентских выборах. Другой вопрос. Став главой государства или региона, какова степень свободы для представителя трудящихся? Можно ли построить социализм в отдельно взятом регионе, победив на губернаторских выборах? Конечно, скорее нет, чем да. Но если предоставляется возможность заявить о себе, почему от ней надо отказываться? Нас так часто пускают на телевидение, нам так часто предоставляют возможность без сложных бюрократических процедур проводить массовые мероприятия, распространять агитационную литературу, выступать там на радио или по другим каналам массовой информации. Не должно быть шаблона. Вот говорят, что выборы надо бойкотировать. Вот это, еще, по-моему, пример самый, что ни на есть за скорузлости. С какими историческими примерами бойкотов мы вообще сталкивались? Ну вот, в частности, приводят пример бойкота в Булыгинскую думу осенью 905 года и бойкота большевиками выборов в Первую Государственную думу. Что касается Булыгинской думы, то надо понимать, что в процесс бойкота тогда были вовлечены все живые общественно-политические силы Российской империи. От либералов до социал-демократов. И стоял вопрос о том, что за спиной этих людей маячит огромная армия трудящихся, огромная армия рабочего класса, огромная армия российского крестьянства, которые не принимали вот этих вот половинчатых реформистских проектов в виде Булыгинской думы. И да, этот бойкот сработал. Бойкот сработал, был изменен избирательный закон, состоялись выборы в Первую Государственную думу с использованием более демократических механизмов. Большевики бойкотировали выборы, но и признали собственную ошибку. Ленин слал поздравительные телеграммы грузинским меньшевикам в связи с их успехами на выборах в Первую Государственную думу, осознав, что допустили тактическую ошибку. Признание ошибок только красит. Это примеры бойкотов. Один успешный, другой неудачный. Сегодня в условиях отсутствия массового движения, в условиях отсутствия революционной ситуации, в условиях, когда вопрос кто кого еще не стоит, нету таких сил у трудящихся. Разве можно игнорировать возможность агитационного выхода в ходе избирательной кампании, возможность получить парламентскую трибуну и заявить о своем существовании? Это просто самокастрация, и люди, которые проповедуют подобные идеи, они просто вольно или невольно работают на классового врага. Другое дело, что более тщательно надо подходить к подбору кандидатов. Скажем так, пример с кандидатом на президентских выборов от КПРФ к Грудининым показывает, что, мягко говоря, был сомнительный выбор в пользу человека, представляющего другой класс, буржуазный класс. Что сама избирательная кампания велась не так, как должны вести избирательную кампанию коммунисты. Что это была не мобилизующая избирательная кампания. Что это была кампания, нацеленная не на борьбу, а просто на достаточно пассивное действие в виде опускания бюллетеней. Вот в этих условиях наша партия, например, не сочла о возможном поддержать кандидата от КПРФ. Мы считаем, что это было правильное решение. Означает ли это, что при всех и всяких условиях от подобного проявления классовой борьбы, а выбор — это тоже проявление классовой борьбы, во всех и всяческих подобных условиях нужно изолироваться, уходить исключительно в изучение марксистской литературы, ее обсуждения и лишать себя тем самым политического будущего. Ни в коем случае. А чем, собственно говоря, такая форма классовой борьбы, как выборы, отличается от такой формы классовой борьбы, как проявление экономической активности рабочего класса на предприятиях. Когда рабочий выходит с требованиями перезаключить на более выгодных условиях коллективный договор. Они что, при помощи такой формы классовой борьбы ставят вопрос о ликвидации капитализма? Нет, это просто инструмент улучшения своего положения в качестве наемных работников. Ну и выборы, конечно, это не механизм, как правило, это не механизм замены капитализма социализмом, но это тоже проявление общественного недовольства капитализмом. Это тоже способ донесения до широких масс своей позиции. Поменьше догматизма, поменьше ходульных аналогий, побольше, собственно говоря, творческого подхода и инициативы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова